МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня вторник, 9 апреля на календаре. Кстати, белорусское название апреля «Красавик» несет в себе значение «цветущий, богатый цветами». И это действительно так. На Ставрополье зацвели абрикосовые деревья и распустились нарциссы. Еще больше интересных фактов в ближайшие полтора часа. Вы смотрите программу «Полдень» на своем ТВ. Оставайтесь с нами, и вы узнаете. С приходом весны в крае начались работы по благоустройству. 222 проекта местных инициатив появятся на карте региона в этом году. Подробности у гостя в студии. Названы самые популярные курорты страны. Попали ли в этот список кавказские минеральные воды, узнаете в новостях экономики. В эту субботу пройдет ежегодная международная акция «Тотальный диктант». Поговорим с гостем нашей программы о важности традиционной акции. Цифровая эпоха стартует на Ставрополье 15 апреля. Готов ли край к переходу на цифру? Этот вопрос обсудим с гостем в студии. Казачья группа «Крылья ангела» участвует в отборочном конкурсе на международный рок-фестиваль «Киин-рок». Узнаем, как болеть за наших. Любители русского языка штудируют правила и вспоминают словарные слова. В эту субботу пройдет ежегодная международная акция «Тотальный диктант». Ставрополь, как всегда, активный участник. Подробности узнаем у Зуева Константина Вячеславовича, профессионального лингвиста, доцента кафедры юридических и специальных дисциплин Ставропольского филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы кандидата филологических наук. Здравствуйте! Добрый день! Рада вас приветствовать сегодня! Очень приятно! Ну что, я пока по всем правилам русского языка сказала? Или есть ошибки какие-то? Конечно, безусловно, по всем правилам русского языка. Итак, «Тотальный диктант» уже традиционная акция. Ставрополь, как всегда, в «Лидерах» мы ежегодно принимаем участие в акции. Вот хотелось бы узнать, почему эта акция нужна, почему важна, почему все большее количество людей принимает в ней участие? Во-первых, «Тотальный диктант» – это действительно всемирная образовательная акция, способная объединить людей, интересующихся русским языком. Участие в диктанте – добровольное, анонимное, бесплатное. То есть, никто участника мероприятия не потребует указания его настоящего имени, фамилии, личных данных. Достаточно указать только кодовое слово для того, чтобы потом проверить результаты своего диктанта. В этом году диктант пишут 13 апреля, в субботу в 14 часов. Актором диктанта является Павел Басинский, современный писатель-литературовед. Им подготовлено 4 текста для того, чтобы можно было распределить их по часовым поясам. Тексты примерно одинаковой сложности. В этом году, как я уже сказал, диктант будем писать 13 апреля. И, конечно, в Ставрополе существует порядка, открыто порядка 20 образовательных площадок, на которых каждый желающий может прийти и написать тотальный диктант. Хочу сказать, что принять участие может любой желающий, независимо от возраста, уровня образования, пола, профессиональной принадлежности. И нередко люди задают вопросом, что даст мне участие в этой образовательной акции. Во-первых, тотальный диктант – это прекрасная возможность проверить уровень своих знаний. Ведь все мы учились в школе, писали диктанты, сочинения. Но насколько мы грамотно пишем или говорим сегодня? Ни для кого не секрет, что грамотная устная письменная речь – это одна из составляющих профессионального успеха. С другой стороны, конечно, трудно представить себе высококвалифицированного руководителя, который не способен грамотно писать или говорить. С другой стороны, тотальный диктант – это участие в этой акции. Это прекрасная возможность выявить свои пробелы в знаниях по русскому языку, в области орфографии, пунктуации. Впоследствии поработать над ними. Конечно, любая работа, тем более контрольная работа, оценивается. Тотальный диктант тоже оценивается по пятибальной системе. Но, как говорят многие участники тотального диктанта прошлых лет, главную оценку все-таки ставит сам участник. Потому что для некоторых 5-6 ошибок в большом сложном тексте – это уже определенный успех. Для других 2-3 ошибки, а даже одна ошибка, являются критическими. Поэтому все-таки участие в этой образовательной акции – это прекрасная возможность проверить себя, свою грамотность и наметить пути для совершенствования своей устной и письменной речи. И, ко всему прочему, доказать свою любовь к родному русскому языку. Безусловно, конечно. Каждый из нас должен в первую очередь знать те правила, владеть образцовым русским языком для того, чтобы уметь общаться, уметь писать грамотно. И говорить правильно, ведь это же важно. Абсолютно правильно говорить. Как проходит тотальный диктант? Мало ли кто-нибудь из наших телезрителей еще ни разу на нем не был. В этом году тотальный диктант пишут в 14 часов. Необходимо заранее прийти на образовательную площадку, которую выбрал для себя участник, предварительно зарегистрировавшись. Он получает бланк и, соответственно, в 14 часов начинается непосредственно описание тотального диктанта. Как правило, диктор диктует текст по предложениям, остальные записывают. И в конце текст читается еще раз, чтобы каждый мог проверить себя на предмет соблюдения правил по орфографии и пунктуации. Орфография и пунктуация – это основные? Да, 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 конечно. Основные аспекты, на которые необходимо обратить внимание при подготовке к тотальному диктанту. Сколько примерно по времени он проходит? Текст объемом примерно 230-240 слов. Примерно по времени это до 40 минут написания. То есть, по сути, в выходной день можно уделить 40 минут для себя, любимого, проверить свои знания русского языка? Конечно, конечно. Тем более, тотальный диктант – это не какая-то обязательная процедура на предмет проверки знаний на предмет грамотности всего населения. Каждый участник должен почувствовать, что тотальный диктант – это в первую очередь праздник. Праздник русского языка. Когда каждый человек действительно может в своем плотном графике уделить время для того, чтобы проверить свои знания. К тому же, конечно, многих интересует вопрос по поводу того, на какие правила необходимо обратить внимание при подготовке к тотальному диктанту. Конечно, как показывает опыт прошлых лет, различные правила, к сожалению, нарушаются при написании тотального диктанта. Но все же для тех, кто в этом году планирует принять участие, хочу обратить внимание на следующие моменты. Что касается орфографии, то это в первую очередь прописание непроверяемо безударной гласной, то есть словарные слова. Это прописание слов с чередующейся безударной гласной в корне слова. Потому что некоторые помнят, какие корни относятся к этому правилу, но не помнят причины, по которым выбирается та или иная гласная. Это прописание не с разными частями речи. Это особую трудность, кстати, вызывает прописание и употребление одной и двух «Н» в прилагательных, отглагольных прилагательных причастиях. Что касается пунктуации, то я хочу внимание обратить тех, кто планирует в этом году писать тотальный диктант, на следующие правила. Во-первых, это знаки припинания при вставных конструкциях, вводных вставных конструкциях. Это обособление приложений, причастных, где причастных оборотов. Это оформление прямой речи. Кстати, в прошлом году этот момент вызывал тоже некоторые затруднения. Дальше. Знаки припинания в сложном предложении. Вот на эти моменты, я думаю, что если человек будет обращать внимание, то есть все возможности написать успешно тотальный диктант. Но лучше подготовиться. Результаты будут известны сразу? Результаты будут известны в течение нескольких дней после написания тотального диктанта. Как правило, это следующая неделя, примерно вторник-среда. В зависимости от того, каков объем участников, сколько участников пишет тотальный диктант, время на проверку может быть немножко растянуто. Хотелось бы спросить у вас, как у лингвиста, у профессора, у кандидата в филологических наук. Скажите, пожалуйста, миф ли это, что у русского человека, вот где-то на подкорке мозга, есть уже способность к правилам русского языка? Или нужно все-таки учить? Бывает такой талант? Я думаю, что каждый человек в состоянии освоить правила русского языка и выучить правила и писать грамотно. Конечно, некоторые уверены в том, что грамотность дается от природы. Но я думаю, что это абсолютно не так. Все-таки каждый человек, уделяя себе внимание, занимаясь русским языком, практикуясь в устной письменной речи, способен достичь определенных вершин. Есть ли у вас информация по цифрам? Я уже сказала, и мы уже с вами разговаривали о том, что Ставрополь в лидерах тотального диктанта из года в год, в лидерах участия. Сколько участников было, допустим, в прошлом году? Действительно ли количество участников увеличивается? Действительно количество участников увеличивается, и это можно судить даже по нашей образовательной площадке. В этом году мы планируем у себя на базе Ставропольского филиала президентской академии принять около 150 человек. А так, конечно, интерес к русскому языку растет. И об этом говорят цифры, которые, цифры статистики, которые демонстрируют участников по России и по всему миру. В этом году в Ставрополе открыто, как я уже говорил, порядка 20 образовательных площадок, при учете того, что в прошлом году их было порядка 16, в позапрошлом году было еще меньше. То есть интерес к русскому языку растет, и это радует. Ну и всем заинтересовавшимся хотелось бы, чтобы вы дали небольшой совет. Что нужно сделать перед тем, как написать тотальный диктант? Во-первых, для того, чтобы успешно написать тотальный диктант, необходимо прийти на любимую образовательную площадку с хорошим настроением. Хорошее настроение – это залог того, что вы справитесь с любыми трудными заданиями. Необходимо к этому мероприятию относиться не просто с интересом, а относиться как к празднику. И тогда у вас абсолютно все получится. Вот мне кажется, что эти ваши советы и эти мысли можно переложить на каждого школьника. Каникулы уже закончились, уважаемые наши школьники, телезрители. Ходите в школу только с хорошим настроением. Обязательно готовьтесь к урокам. И к студентам, конечно же, тоже. К Ставрополе, город студент. Это правильно. Спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня пришли с такой важной темой. С наступающим вас праздником тотального диктанта. Спасибо. Спасибо. Спасибо и вас также. Поздравляем с праздником. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. А мы продолжаем нашу программу. В работе крупнейшего российского банка произошел сбой. В пресс-службе банка предупредили, что по техническим причинам клиенты не могли платить и переводить деньги в мобильном приложении через банкоматы и терминалы. Последний раз банк сообщал о сбое в работе своих сервисов в конце октября 2018 года. Тогда у клиентов возникали такие же проблемы. У нас на своем ТВ сбои бывают гораздо реже, а тем более в работе службы экономических новостей. Передаю слово новостям экономики. Неиспользованные миллиарды после выплат пособий за ребенка остались деньги. Ветхое жилье. Минстрой России подготовил поправки в жилищный кодекс. Российская здравница. Названы самые популярные курорты страны. Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России. В настоящее время пенсия у работающих пенсионеров не индексируется. Точнее, ее увеличение фиксируется на индивидуальном счете человека в пенсионной системе. На руки он получает пенсию без прибавки. Единственное исключение – каждый год с 1 августа делается перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет отчислений, которые делают их работодатели. Если же пожилой человек готов уволиться, но не знает, насколько за годы труда увеличилась его пенсия и какой она будет после увольнения, получить эту информацию можно в личном кабинете на сайте ПФР или в любом отделении фонда. После ухода с работы пенсия нового размера будет начислена человеку в течение 2-3 месяцев, уточняют в Пенсионном фонде России. Поскольку ее предстоит еще раз пересчитать, учитывая в ней последние отчисления работодателей. Если пенсионер опять трудоустроился, размер его пенсии не уменьшится, а вот последующие индексации опять заморозятся. В понедельник 8 апреля заработала горячая линия по качеству услуг, оказываемых предприятиями общественного питания. В ведомстве отметили, что услуга будет доступна до 28 апреля. Позвонивших граждан будут консультировать по актуальным вопросам требований к качеству и безопасности продукции предприятий общественного питания. В частности, проинформируют о действующих санитарных нормах к общепитам, предлагающим детское меню и правилах доставки заказов потребителей. Сотрудники Роспотребнадзора также расскажут, как получить информацию в сфере защиты прав потребителей, оформить претензии в адрес общепита в случае обнаружения фальсификации и как выбрать качественный продукт питания. Горячая линия будет доступна круглосуточно по телефону 8 800 555 49 43. Консультацию можно будет получить на русском и английском языках. Минстрой России подготовил поправки в ЖК РФ, согласно которым в документе появится понятие ветхого жилья, рассказал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. По словам чиновника, выделение в отдельную подгруппу капитального ремонта ветхого жилья даст возможность проводить только необходимый ремонт конструкций, находящихся в ограниченно работоспособном состоянии, а не ремонтировать все остальные конструктивы дома, как это заложено в региональной программе. В настоящее время, напомнил замминистра, дома с высоким уровнем износа, то есть, по сути, ветхие дома, могут быть исключены из программы капитального ремонта по решению региона, несмотря на то, что для подобного жилья нужны особые условия эксплуатации, в частности, регулярные обследования и поддерживающий ремонт. При этом, уточнил Егоров, если дом будет отнесен к категории ветхих, то решение о сроке и объеме проведения работ будет приниматься по результатам инструментального обследования. Проект поправок в ЖКХ уже внесен в правительство России, заключил собеседник агентства. В России после распределения средств на выплату пособий по рождению первенца остались неиспользованными почти 4 миллиарда рублей. Средства были заложены с запасом, пояснили в Минтруде. Эксперты рассказали, на что можно было бы потратить эти деньги. Так, по словам юрист-консульта российской юридической сети Антона Пастушенко, можно расширить круг получателей пособий и упростить их получение. В свою очередь, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко предложил создать отдельный фонд, который распределял бы неиспользованные средства в малообеспеченные семьи. Рейтинг самых популярных оздоровительных курортов и регионов в России для лечения и отдыха возглавили сразу 4 города Ставропольского края. Его составило аналитическое агентство Турстат, занимающееся исследованием рынка туризма и путешествий по России и СНГ. Топ-10 рейтинга возглавили 4 муниципалитета Кавказских минеральных вод – Кисловодск, Пятигорск, Ясентуки и Железноводск, которые по подсчетам агентства за год посетили более миллиона человек. Следом за городами КМВ в списке лидеров расположились Сочинская Мацеста Краснодарского края, а за ней алтайские курорты Белокуриха и Яровое. На четвертом месте оказался Соль-Илецк – Оренбургская область, на пятом – Марцианские воды Карелия, место с шестого по восьмое заняли Сааки-Крым, озеро Карача-Новосибирская область и Тумнинские воды Хабаровский край. Замкнули десятку еще два курорта СКФО – Аушигер-Кабардино-Балкария и Тиберда-Карачаева-Черкесия. Сообщается, что рейтинг был основан на анализе популярности и предложений отдыха не только за последний год. В основу легли данные пятилетнего периода с 2013 года. Согласно сведениям билетных агрегаторов, европейские столицы по итогам первого квартала нынешнего года стали самыми выгодными направлениями для авиаперелетов. Снижение цен произошло на билеты в Прагу, Рим, Берлин, Ригу, Барселону, Париж и Мюнхен. По мнению экспертов, это можно объяснить высокой конкуренцией между перевозчиками, а также укреплением рубля. Информацией об этом поделились известия. При этом эксперты отмечают, что накануне майских праздников произошло подорожание авиабилетов по всем направлениям. Особенно это коснулось направлений из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Минводы, Екатеринбург и Самару. Продолжаем программу и продолжаем тему экономики. Хоть немножко косвенно ее коснемся сейчас. С приходом весны начались первые в этом году работы по благоустройству региона в рамках самой инициативной программы губернатора края. Программы поддержки местных инициатив. Общими усилиями с привлечением софинансирования краевого и муниципальных бюджетов, средств населения и вклада социально активных предпринимателей в 2019 году. На территории Ставропольского края появится 222 проекта благоустройства. Это и реконструкция скверов и парков, ремонты домов культуры, новые спортивные объекты, детские площадки, дороги, тротуары и многое другое. А уже на этой неделе Министерство финансов региона ведомство, курирующее программу запускает так называемую школу местных инициатив, которая призвана научить всех работать с программой. Кто снова сядет за парты и о чем пойдет речь в школе, а также все подробности работы программы поддержки местных инициатив узнаем у Сергея Арестова, начальника отдела инициативного бюджетирования учебного центра Министерства финансов Ставропольского края. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть! Взаимно! Всю ли правду я сказала? 222 проекта благоустройства в этом году. Это, по-моему, лидирующий результат за всю историю работы программы. Все верно, это абсолютный рекорд. Такого большого количества проектов мы еще за один год не реализовывали. Все это благодаря тому, что финансирование в этом году увеличено до 400 миллионов. То есть в 2017 году было 200, в 2018 300, в этом 400. Тенденция нам нравится. Если так будет и дальше идти, то мы будем реализовывать, конечно, больше проектов. Финансирование из краевого бюджета 400 миллионов рублей. Общее финансирование программы в этом году 700 миллионов рублей. Да, практически 700 миллионов. То есть, получается, все остальные 300 миллионов – это средства муниципальных бюджетов, местных жителей, которые хотят сделать свое поселение, свой город, свой маленький или большой населенный пункт все лучше и лучше. Да. Это хороший результат. Это отличный результат. Причем из года в год мы видим, что растет не финансовый вклад, безвозмездное оказание услуг, материалы предоставляют индивидуальные организации, предприниматели. Люди все больше и больше выходят на те же субботники, что-то покрасить, побелить, почистить. Вот этот факт нас радует, что люди действительно стали больше внимания обращать и вкладывать частичку себя в эту программу. Программа существует с далекого, с 2007 года, с 2014 она приобрела огромный размах по всему краю. Увеличивается количество потенциальных участников, увеличивается количество участников. То есть, по сути, уже многие, практически все жители Ставропольского края знают о программе поддержки местных инициатив. Что же такое школа ПМИ? Что это такое? Зачем? Школа ПМИ, мы ее проводим ежегодно. Проводим для того, чтобы научить сотрудников администрации, глав администрации, муниципальных образований, активных граждан основным принципам работы программы. Как она устроена, как проводить собрание, как выбирать проект, какие проекты можно выбирать. В прошлом году у нас была масштабная школа местных инициатив и мы участвовали в каждом, были в каждом районе, практически в каждом городском округе и рассказывали абсолютно всем, каким образом необходимо работать. Как подать проект от граждан, как подать проект от администрации. В этом году мы немного поменяли подход. Мы делаем акцент на необходимость масштабной и правильной информационной кампании со стороны муниципальных образований. На краевом уровне мы тоже для этого многое делаем. Это будет основной посыл наших мероприятий. Помимо этого, будем рассказывать о необходимости и правильности проведения отбора проектов внутри населенных пунктов, как привлечь людей на собрание, как провести собрание, чтобы люди оценили те проекты, которые были поданы, и как правильно подать заявку на конкурсный отбор. Некоторые изменения нас ждут в правилах предоставления субсидий в этом году. И именно поэтому нужно этому научиться? Это один из моментов, которые мы будем рассказывать. То есть изменения касаются формы подачи заявок, изменения касаются сроков подачи заявок. Ну и основное, конечно, основное, это то, что мы хотим рассказать о необходимости правильной информационной кампании, как работать с населением. Кого приглашаете на школу? В этом году мы приглашаем сотрудников администрации муниципальных образований, глав администраций, городских округов, муниципальных районов, чтобы все видели, слышали тот потенциал, который у них есть, могли использовать. И информационная кампания была масштабна и проходила вместе с краевой на одном уровне, укладываясь в необходимые временные сроки. Когда стартует школа по МИИ и до какого числа она продолжится? С 11 по 19 апреля мы будем проводить выездные семинары, всего их будет 16. И 23 апреля мы приглашаем глав городских округов в Ставрополь, в здание Министерства финансов пройдет финальный семинар по как раз таки отбору проектов. Ну такая уникальность, практическая уникальность программы поддержки местных инициатив состоит в том, что все-таки эти проекты выбирают не главы администрации, а сами жители населенного пункта. Правильно? Совершенно верно. А главы администрации уже после школы по МИИ предоставят всю информацию местному населению? Ну школа направлена на то, чтобы научить сотрудников администрации работать с населением. Какие проекты необходимо принимать, какие проекты в рамках наших правил не могут быть реализованы, как правильно работать на собрании, как презентовать материалы, как проводить информационную кампанию. Для населения вся необходимая информация о программе у нас уже размещена на сайте программы pmysk.ru. Вот на этом сайте все, кто желают, могут ознакомиться с необходимой информацией, как подать заявку, обращаться в администрацию, либо на сайт. Все это на сайте указано и можно ознакомиться с этим. Давайте напомним нашим телезрителям, которые заинтересовались в программе, которые, я удивлена, если вдруг не знают, что такое программа поддержки местных инициатив, какие проекты можно реализовать в рамках программы? В рамках программы реализуются более 15 направлений. Самыми популярными являются проекты по благоустройству территории, обустройству мест массового отдыха, ремонт дорог, ремонт домов культуры, спортивные объекты, детские площадки, благоустройство мест захоронения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обращение с твердыми коммунальными отходами, организация вывоза мусора. Ну и еще ряд менее популярных на данный момент. Ну, я думаю, что когда-нибудь и по этим направлениям тоже будут поданы заявки. Вот интересный факт о программе. Когда-то дома ремонта в домах культуры были просто на лидирующих позициях. Сейчас в населенных пунктах Ставропольского края больше интересное создание скверов, аллей, площадей. Правильно я понимаю? Ну, последнее время да. Но если мы возьмем всю статистику за все годы, то на самом деле дома культуры до сих пор лидируют. Но проекты по благоустройству, я думаю, в этом году догонят. Какие еще планы у вас, у ведомства, у Министерства финансов в реализации программы? Информационная компания очень яркая, сайт не так давно изменил свой внешний облик. Что еще? В этом году мы планируем запустить возможность подачи предложений как раз-таки через сайт. Отбор проектов запустить через сайт. Это будет удобно, на наш взгляд, для крупных населенных пунктов, где людям проще выйти на сайт, проголосовать, нежели посетить собрание и отдать свой голос вживую. Мы будем проводить школу местных инициатив, о которой уже рассказали. В этом году мы думаем, что на конкурсный отбор будет подано еще больше заявок, потому что мы видим, что интерес к программе растет. Не все муниципальные образования были готовы в прошлом году к конкурсу, но в этом году мы уже знаем, что они подготавливаются, ведут предварительную работу. Также планируется проведение международного семинара-совещания по инициативному бюджетированию летом этого года на территории города Железноводска. Будут приглашены эксперты федерального уровня, международного уровня. Будем обсуждать новшества инициативного бюджетирования, будем делиться своим опытом, ну и перенимать практику лучшую зарубежную и отечественную. Спасибо вам большое, Сергей, что вы к нам сегодня пришли с важной темой. Хотелось бы только уточнить, есть ли уже какие-нибудь хотя бы примерные даты, когда можно подавать заявки на участие в программе? Стоит ли торопиться нашим телезрителям высказывать свои предложения? Вся необходимая информация будет указана на сайте. Ориентировочно дата начала заявок приема конкурса на территории Министерства финансов будет середина июля. Середина июля до конца лета, как обычно, мы проводим. Но перед этим отборы проходят на территории муниципалитета. То есть, в принципе, с мая месяца администрации муниципальных образований будут давать информацию о том, что они готовы принимать предложения. Так что я нашим телезрителям рекомендую следить за новостями местными, на телевидении, заходить на сайт к нам, следить за новостями на страницах администрации муниципальных образований. Абсолютно вас поддерживает Сергей Юрьевич. Напоминаю, сайт программы поддержки местных инициатив Ставропольского края – pmask.ru. Там будет вся необходимая информация, а также на сайтах администрации ваших населенных пунктов, газетах и на телевидении. Потому что на своем ТВ каждый понедельник в 8 часов вечера программа «Время – дело» рассказывает о работе программы поддержки местных инициатив Ставропольского края. Самые инициативные программы губернатора региона. Спасибо вам огромное, Сергей Юрьевич, что вы к нам сегодня пришли. Будем ждать вас снова с важными и интересными новостями. До свидания. А мы продолжаем программу. На берег Черного моря вынесло 130 килограммов кокаина. Об этом сообщает BBC. Предположительно, эти наркотики – часть партии кокаина, найденной на заброшенном корабле чуть более двух недель назад. На патрулирование направили 300 офицеров полиции и 14 кораблей береговой охраны. Помимо этого, в поисках задействованы два вертолета и водолазы. Представитель румынской полиции предупредил местных жителей не вскрывать найденные на пляже пакеты. По его словам, содержащийся в них наркотик имеет высокую концентрацию и опасен для жизни. Оперативные сводки нашего региона подготовили мои коллеги в погонах. Им слово. Добрый день. За прошедшие сутки полиция региона зарегистрировала свыше 1200 сообщений о преступлениях и происшествиях. Задержаны 6 человек, которые были объявлены в федеральный розыск. Раскрыто 19 имущественных преступлений, в числе которых и квартирные кражи. Также раскрыто 11 мошенничеств, совершенных на территории края, и 12 преступлений в экономической сфере. Вместе с тем, полицейские установили обстоятельства трех наркопреступлений. На дорогах нашего региона произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками полиции Благодарненского городского округа расследуется уголовное дело о мошенничестве. В дежурную часть обратился житель окружного центра, который сообщил о совершенных в отношении него мошеннических действиях, связанных с получением свидетельства о профессии водителя. Через некоторое время с аналогичным заявлением обратился другой мужчина. Со слов граждан, выданные им свидетельства о профессии водителя одной из автошкол Благодарного, содержали реквизиты образовательной организации Минераловодского городского округа. Полицейские выяснили, что к совершению противоправного деяния по обоим заявлениям причастна жительница города Благодарного, ранее работавшая в автошколе. Как выяснилось, в прошлом году за вознаграждение женщина предложила помощь в получении свидетельств о профессии водителя, так как группа учеников уже якобы набрана. Молодые люди согласились и передали женщине обозначенные суммы. Однако полученные ими свидетельства содержали реквизиты автошколы Минвод, в связи с чем они обратились в полицию. Потерпевшим причинен материальный ущерб в сумме 125 тысяч рублей. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». А в Невиномыске изъята крупная партия немаркированной табачной продукции. Установлено, что двое граждан приобрели и хранили у себя немаркированные табачные изделия, которые в дальнейшем реализовывали в розницу. При проведении обысков оперативники изъяли из арендуемых ими торговых точек около 65 тысяч пачек сигарет различных наименований без акцизных марок. Общая стоимость табачных изделий составила более 4 миллионов рублей. Следователям в отношении граждан возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Уважаемые жители и гости Ставропольского края, если вы стали очевидцем преступления или сами пострадали от противоправных действий, сообщите об этом в полицию по телефону 02, либо 102 с мобильного телефона. Соблюдайте законы и берегите себя. На этом у меня все. Передаю слово в студию программы «Полдень». Спасибо большое. Мы продолжаем нашу программу и переходим к новостям спорта. Норвежский спортсмен Эспен Хатлескок прошел по канату, подвешенному на высоте одного километра от земли. Видео появилось в инстаграм-аккаунте экстремала. Спортсмен ходит по канату, сидит, лежит на нем, спрыгивает и повисает на руках. Просто гуляю по горным скалам, прокомментировал ролик он. Мы же на своем ТВ тоже предлагаем вам заняться спортом, но не таким экстремальным. Просто смотрите и повторяйте. Всем привет, это рубрика «Зарядка». И сегодня у нас, как сказал мне тренер, день живота. И сейчас вы поймете, что это значит. И упражнение, которое вы сейчас будете делать, называется «Как я рад тебя видеть». И Кирилл нам сейчас его покажет. Кирилл, давай. Для этого нам понадобится встать в упор лежа. Таз не заваливаем и не задираем вверх. Поднимаем левую руку. Рука смотрит строго к потолку. Это что-то похожее на елку. Опускаем. И так же направо. И так можно сделать 10 повторений. По 5 повторений на каждую руку. Ноги при этом на ширине плеч как бы у нас стоят. Чтобы мы могли держать равновесие. Следующее упражнение у нас будет ножницы. Мы сделаем с вами два вида. Первый вид у нас будет заключаться в том, что мы просто поднимаем ноги. На угол примерно 30 градусов. По примерно 20 повторений. Мы уже начали делать это? На каждую ногу. Я что-то наблюдаю. Я просто пока показываю. Он может присоединиться. А второй вид мы сделаем креслообразные ножницы. То есть будут у нас движение ног. Друг к другу. Только мы ими не будем стучать. А то, что мы придерживаемся, допустим, кому-то сложно. Можно лечь вообще? Если кому-то сложно, можно полностью лечь. Эффект все равно будет. До 10 считаем? Давай. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И меняем. Раз, два, три, четыре, пять. У нас суперсет. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Передохнули. И еще раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, собственно, мы приняли знакомую тоже уже всем позу. Вы сейчас понимаете, что мы будем делать планку. Да, Кирюш? Да, Ань. Ох, считай. Становимся на локте. При этом держим корпус ровно. Таз не заваливаем, не проваливаем. И считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И это упражнение можно усложнить. Для этого мы будем делать сейчас подъем левой ноги и вытягивать правую руку вперед. Опустили. И также повторяем с левой рукой правой ногой. Так можно сделать по несколько раз на каждую сторону. Раз, два, три. И на этом наше упражнение закончилось. Ну как, Ань, ощущение? Нет, на самом деле, я вот сколько раз уже повторяла, что планка, она вообще очень полезная. Правильно? Да, самое простое, самое полезное упражнение. Ну, на этом попрощаемся. Да. Всем пока. Счастливо. Переходим к другим темам весенним. В Стамбуле сегодня стартует фестиваль тюльпанов. Миллионы цветов высажены в городе, который превращается в яркое полотно из белых, желтых, оранжевых, синих, красных, бордовых и других расцветок тюльпанов. А в Арсгирском районе зацветет желтый тюльпан Биберштейна. Это символ приманоческих степей, и он занесен в Красную книгу. Старожилы рассказывают, что в годы войны корень тюльпана, который называется бузылюк, употребляли в пищу. Хорошо, что теперь на прилавках магазинов тонны круп, фруктов и овощей. Один очень простой рецепт вкусного и полезного блюда я предлагаю вам посмотреть и, главное, записать. Продолжение следует... 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 Поэтому нашу заявку рассмотрели, видимо, понравились, раз ее разместили на просторах интернета, в сети ВКонтакте, в Инстаграм. И кроме мнения жюри будет учитываться мнение также простого слушателя, пользователя интернет-сети. Каким образом? Нужно будет просто зайти посмотреть, ознакомиться. В заявке даны три песни в нашем исполнении. И пользователи должны будут поставить либо лайк, просмотры учитываются, репост записи, то есть поделиться. Комментарии обязательно, да. Поэтому у нас интересное направление, мы просмотрели количество участников, на данный момент это 47 групп, которые заявлены как заочные представители, заочные гости. И у нас у одних такое интересное направление, казачий рух. Я думаю, из-за этого именно мы людям интересны, потому что все-таки казачья песня, она до глубины души достает человека. Тем более, что звучание баяна, пусть и в таком интересном стиле, с электроинструментами, с ударной установкой, оно всегда пронизывает какие-то струнки человеческой души. И люди всегда на концертах очень активно, зрители нас поддержат, воспринимают всегда. Поют, танцуют. Да. Нам безумно приятно, что вы попали в такой топ-лист лидеров, кто может принять участие в легендарном рок-фестивале. Вот правда, как жительницы города Ставрополя. Вы из Сенгелеевского, насколько я знаю, совсем рядышком находитесь. Да, мы из пяти человек, из нашей команды, у нас трое жители села Сенгелеевского, один участник Новомарьевская станица и поселок Приозерный. Сборная. Когда я пришла, вот, поэтому мы поменяли направление. Ну, единоношно, единогласно. И, в принципе, никто не против, люди очень хорошо воспринимают. Поэтому мы работаем в данном направлении и стараемся вымладывать новыми песнями и музыкой. Нужно призвать всех наших телезрителей скорее-скорее заходить в социальные сети. Какие? Вконтакте, Инстаграм. Нам страница именно ваша. Да, наша страница. И страница кино-рок-фестиваля. Лайкать, комментировать, делать репосты как можно больше, тем лучше, потому что наша Ставропольская группа может попасть на легендарный рок-фестиваль в Калининграде. И это действительно почетно. Я думаю, что я и наши телезрители поедут туда, в Калининград, слушать вашу потрясающую музыку. А теперь можно небольшой такой спойлер для наших телезрителей, что вы играете. Хорошо. Да, у нас сегодня авторская песня «Любобрат-казак». Отрывачки. 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 «Любобрат-казак». Кони топчут высохший ковыль Где-то далеко горят огни Ветер вольный поднимает пыль На границе снова тишина Ведь разбит проклятый супостат Смотла песня звонкого клинка Гулким басом не зовет напад Мы надежные родины от лук Но видно, задержались мы в боях Скоро дом, так может быть, дало абракции От блеск упала души моя Где-то слышится родная речь Бабы что-то делят у реки Мы своей отчизны щит и меч Вольные вояки и казаки Эй, эй, если завтра в бой Будем нас иглать своих на ней Помолись со мной Чарту полную и на нолей Победим врага Было там, живу да И будет от греха Любовь, брат, танца Эй Потрясающе Спасибо вам огромное Спасибо вам Я хоть одна в студии, но поаплодирую вам Я уверена, наши телезрители сейчас за экранами тоже аплодируют вам Спасибо за такую энергетику Потрясающая музыка, потрясающее исполнение Потрясающая песня с глубоким смыслом Кто писал стихи? Если это авторская песня, кто такой молодец? Баранцов Иван Есть такой хороший музыкант Наш друг Он написал эту песню для нас Я написал музыку Аранжировка группы Крыльянгел В основном исполняете авторские композиции Или исключительно авторские? Нет, не исключительно Мы стараемся брать из народного что-то И делать в своем таком направлении Скажем так, казачьего Терилизовать Да И казачья тема, естественно Мы под себя Ну то, что нам нравится Допустим Как песня у нас Любимый мой Да, любимый мой Очень интересная версия у нас получилась Даже не то, что кавер Это у нас как бы Уже свое видение песни получилось И люди с удовольствием воспринимают Можно такие, да Как бы песни исполнять И нужно исполнять И делать на такой обработке Я до этого До нашего с вами разговора Говорила, что Крылья ангелов Выступали на одной сцене С легендарными Легендами русского рока Какими? Черный обелиск Группа Вот Есть такая До сих пор молодцы Ребята Идут вперед Не останавливаясь Да, выступают Федлайнеры Мы в первый раз Тогда были в Сочи И были на одной сцене С такими ребятами Группа Аматори присутствовала Таких более, да Скажем так Тяжелый стиль направления Но мы были тоже На одной сцене с ними Кугар и Никсы То же самое, да Классные ребята Я желаю вам Заряжаемся энергией От таких вот профессионалов И идем вперед Хочется пожелать вам Только больших побед в будущем О планах на будущем О фестивале кинрок Мы уже поговорили Что еще? Может быть, хотелось бы записать альбом? Планируем записать Хотя бы несколько песен Вот именно, да Казачьих песен Казачий рок Должен присутствовать В нашем, скажем Профессиональном альбоме Скажем так Но будем стараться В ближайшее время Запишем несколько песен А сейчас где вас можно услышать? А вот непосредственно Через две недели Мы будем выступать На Кавминводах Нас приглашают Кстати, мы уже могу Отселье приглашать Приглашайте, конечно же Вот это будет 20 апреля Бар рок Начало 8 часов Приходите, ребят То есть у нас песни Как и простые слушатели И байкеры Очень хорошо вас принимают То есть разная у нас Такая аудитория, публика Вот 1 мая Мы будем выступать В Изобильном Да, тоже на фестивале Ежегодный Вот Дальше у нас География увеличивается Расширяется, так сказать 18 мая Нас приглашают В Карачаево-Черкесию Да, рок на зеленом Так называемое мероприятие И вообще В дальнейших планах У нас делать Сольные концерты В Ставрополе И по краю Потому что Надо себя Продвигать Как вот Ну, пожалуй Мы не стесняемся Сказать, что мы Пожалуй, единственная Такая группа Которая В Ставропольском крае Исполняет казачий рок И нужно не стесняться Это продвигать Потому что Это уникально Это необычно И хотелось бы Спросить Почему казачий рок Что в казачестве Настолько вас цепляет А мы сами казаки Сангелеевского Хуторского казачьего общества Да, мы сами Влезли казаками Нам это любо Это особая философия Особый стиль жизни Особый Это безусловно Когда каждый Друг другу брат Да, конечно Конечно Взаимовыручка Взаимопомощь Тем более, что сейчас Казачество Возрождается И Вот такое направление Как казачий рок Оно будет интересно Молодежи Вот Потому что Сейчас молодежь Кого-то можно увлечь Да, фольклором казачьим Вот А это когда уже У нас песни звучат В современной обработке Современными музыкальными инструментами Мы думаем, что Так проще Легче И интереснее Донести смысл казачьей песни До молодежи До слушателя До слушателя Да Надеюсь, что Как можно больше Молодежи о вас узнает Спасибо, что сегодня Выступили в нашем прямом эфире Спасибо Мы болеем за вас Уважаемые телезрители Колосуйте за группу Королья Ангела В социальных сетях На странице Кино-рока В том числе Пожелаем вам удачи Держим за вас кулачки И будем ждать вас Уже после выступления На Кино-роке Здесь же в студии Встречаемся Договорились? Хорошо Спасибо вам большое Спасибо вам огромное До свидания А мы продолжаем Нашу программу Ученые университета Кембриджа В Великобритании Выяснили Почему бронзовое оружие Захороненное Вместе со статуями Тарракотовой армии Китайского императора Цинь Шихуанди Хорошо сохранилось Более чем за 2000 лет По мнению следователей Причиной стали Свойства грунта А не продвинутая Антикоррозийная обработка Как считалось ранее Это чистая случайность Древние китайцы И предположить не могли Что хром надолго Защитит их изделия От коррозии Напомню Тарракотовая армия Захоронение Более 8 тысяч Полноразмерных статуй Китайских воинов И их лошадей У мавзолея императора Цинь Шихуанди В Сиане В Ставрополе К слову Тоже хранятся редкие экземпляры Например Скелеты южного слона И посмотреть на него Можно ежедневно В Краеведческом музее Куда еще Можно сходить сегодня И культурно провести вечер Расскажем прямо сейчас Уже сегодня вечером В Ставропольском дворце Культуры и спорта Гала-концерт 27-й студенческой весны Ставрополья Это будет не только Награждение лучших Творческих номеров региона Но и официальная презентация Региональной программы Ставропольского края Только не забудьте Зарядить смартфон Именно от вашего решения В онлайн-голосовании В реальном времени Зависит судьба Студенческого творчества Всего региона Ну а если вы Активный, талантливый И к тому же умный студент То перед гала-концертом Студенческой весны Примите участие В студенческом синхронном Турнире По что, где, когда Среди всех Средних и высших Образовательных Учреждений города Команды по пять человек Будут бороться За звание победителя Участников турнира И их болельщиков Ждут в молодежном Пространстве Лофт Уже в 14.30 Поспешите Сегодня вечером Ставропольский Академический театр драмы Приглашает на спектакль по пьесе Жанна Батиста Мольера «Одураченный муж» Это классическая Остроумная история О тяготах неравного брака Трогательная мечта Простолюдина Непременно Жениться на дворянке Воплощении Достоинства И красоты На беду Сбылась Почему на беду И чем закончится Любовный треугольник В неравном браке Узнаете сегодня В 18.30 И еще немного о любви Трогательной и возвышенной Читальный зал Центральной детской библиотеки Приглашает на литературный спектакль По произведениям Ивана Бунина Лики любви Необычная для того времени Смелость в изображении В сочетании с совершенством Художественной формы В этом и есть Новаторство Бунина В раскрытии этой темы Автор программы Почетный деятель искусств Ставропольского края Ирина Баранникова Сохранила глубокую мысль автора И передала ее в постановке Которая тронет сердца Любителей литературы И театра Всех возрастов Вы смотрите программу Полдень на своем ТВ Еще больше интересных новостей И подробностей жизни Ставропольского края Сразу после короткой рекламы Продолжаем программу Полдень в прямом эфире Краевой телекомпании Своё ТВ И сейчас о главных новостях Ставропольского края Этого часа Расскажет Илья Захаров С удовольствием Передаю ему слово Илья, привет О чем сегодня в новостях Пойдет речь Привет, Маша Спасибо большое Как обычно О самом важном И актуальном Для всех жителей Ставрополья Прямо сейчас Очередное возгорание На заводе красный металлист Ставрополь Вновь работали пожарные На улице градус выше В батареях ниже Когда завершится Отопительный сезон Перезимовали хорошо Теперь нужна Обычная профилактика Пятигорск готовится К сезону фонтанов 2019 Ну а начнем с повода Для гордости Ставрополье вошло В число регионов Лидеров по исполнению Майского указа президента Рейтинг составила Общественная организация Майский указ На основании анкет Которые заполняли В администрациях Населенных пунктов В субъектах России Кроме того Организаторы исследования Учли конкретные шаги Сделанные на местах Для реализации Поставленных президентом задач Ставропольский край Попал в десятку Самых исполнительных Субъектов страны Отмечается Что этот рейтинг Можно считать Своеобразной оценкой Деятельности Руководителей Российских регионов Другим новостям Дым над красным металлистом Сегодня наблюдали Жители Ставрополя Возгорание зафиксировали Утром на территории Бывшего промышленного гиганта По словам пожарных Во дворе горел мусор С огнем справился Один пожарный расчет Причины возгорания неизвестны К слову Это уже не первый пожар На красном металлисте Заброшенный завод Периодически становится Местом мелких И не очень ЧП Так в марте 2016 Здесь горел Один из производственных цехов Площадь пожара Составила 500 квадратных метров И тогда и сейчас Пострадавших В результате возгорания нет А полицейские Благодарного Расследуют дело О мошенничестве Двое мужчин сообщили Что их обманули При получении свидетельств Профессии водителя Оказалось Что к обоим случаям Причастна 57-летняя женщина Ранее работавшая В автошколе За вознаграждение Она предложила помощь В получении документа Профессии водителей Так как группа учеников Уже якобы Была сформирована Молодые люди согласились И передали женщине 125 тысяч рублей Однако полученные Ими свидетельства С реквизитами Автошколы Минеральных вод Смутили мужчин Поэтому они решили Обратиться в полицию Сейчас ведется Уголовное дело Подозреваемое Находится под подпиской О невыезде А вот водителям С настоящими документами Эта новость придется По душе Рекордные 11 миллиардов рублей Такова сумма Дорожного фонда Края в 2019 Какие трассы Объекты отремонтируют А какие построят Уже решено Например Путепровод В Невиномысске Готов на треть В селах появятся Комфортные и безопасные Дороги А в Ставрополе Завершат строительство Российского проспекта О дорожной политике Региона Рассказал на брифинге Глава краевого Миндора Ирина Ивановская С подробностями Изобельненский путепровод Открытый в прошлом году Стал одним из значимых Объектов дорожной сети Края Его наряду с другими работами По ремонту и строительству дорог Привел в пример Глава регионального Миндора Евгений Штепа Путепровод не только Разгрузил транспортные потоки И позволил местным жителям Меньше времени проводить в дороге Город Изобельный Является одним из Крупнейших центров Сельхозпереработки Которое сегодня При создании И введении данного Комплекса Позволило экономично Развиваться И беспрепятственно Доставлять необходимую Сельхозпродукцию Для ее дальнейшей переработки В ремонт дорог на Ставрополье В прошлом году Вложено более 8 миллиардов рублей В этом году Край выделил Рекордную сумму Почти 11 На развитие дорожной сети Муниципалитеты Теперь получат В пятеро больше Свыше 5,5 миллиардов Часть средств На капремонт Дорог общего пользования Уже распределена Между сельскими территориями Займутся в крае И ремонтом мостов На очереди Семь объектов В том числе Муниципальные Отдельной строкой В краевом автобюджете Заложены средства На строительство И реконструкцию Дорог К удаленным селам И населенным пунктам Которые не имеют Круглогодичного сообщения С дорогами общего пользования На эти цели Заложено 380 миллионов рублей Обеспечить регионы Хорошими дорогами И сократить число Аварийно опасных участков Цель нацпроекта Безопасные и качественные Автомобильные дороги Которые уже реализуют На Ставрополье Для этого в крае Установят более 200 камер Фото и видео фиксации А вдобавок К мобильным пунктам Весового контроля На трассах оборудуют 12 автоматизированных Ежегодно Запланирована Установка Не менее двух Пунктов Автоматических Весогабаритного контроля Который позволит Как раз таки Следить на ту нагрузку Дорожной сети И не давать возможности Сегодняшний день Грузоотправителям Превышать тот тоннаж Предназначенный Для дорожного полотна Новшества этого года При строительстве Дорожные рабочие Будут использовать Современные отечественные Технологии Они позволяют Дольше сохранять полотно И увеличивают Межремонтный период Метод уже опробовали На двух участках Региональных дорог Еще одна тема Брифинга касалась Пассажирских перевозок С 1 июля Весь транспорт Маршрутные такси И междугородние автобусы Должен иметь Кассовые аппараты Это считают специалисты Избавит отрасль От нелегалов Которые перехватывают Пассажиров Но не обеспечивают Их безопасность Между тем Развитие дорожной сети Края Отлично дополняет Проект по созданию Комфортной городской среды За два года В Крае благоустроили 218 дворовых территорий И 44 общественные В 2019 К ним добавится Еще порядка 130 объектов На сегодняшний день Запланировано У нас Более полутора миллиардов Рублей На благоустройство Муниципальных образований Основное количество Средств Будет направлено Не только на городские округа Но и сельские территории Самый масштабный проект Этого года Строительство путепровода Через железную дорогу В Невиномыске Он готов уже на 30% Общая стоимость объекта Составляет почти 2 миллиарда рублей В текущих планах Работы на нескольких участках Краевых трасс Подземный переход в Пятигорске Завершение российского проспекта В Ставрополе И другие Как будет выглядеть Будущая развязка На перекрестке улиц Ленина И проспекта Кулакова Уже понятно Дизайн проекта Этого участка Уже существует Однако для того Чтобы начать делать Техническую документацию Необходимо решить Некоторые вопросы С переносом инженерных коммуникаций А также Обозначить пути Объезда Этих участков Во время проведения работ Планируется Что на весь проект Потребуется Более 3,5 миллиардов рублей И власти Ставрополя Планируют привлекать Федеральные средства Ну а о будущей развязке Мечтали Ирина Ивановская И Владимир Ходорев Ставропольское телевидение Если в дорожной сфере На Ставрополье Наступает горячая пора То в коммунальный Наоборот Отопительный сезон 18-19 Подходит к концу И чем лучше погода за окном Тем раньше Коммунальщики Перекроют тепло в батареях Как только 5 дней подряд Среднесуточная температура Будет выше 8 градусов По закону Подачу тепла Можно будет прекратить Напоминает Минжик и Хакрая Однако решение Об отключении батарей В многоквартирных домах С центральным отоплением А также в школах Детских садах И больницах Принимают местные администрации Эту информацию Они должны разместить На официальных сайтах А вот жильцы Отдельно взятого дома Могут обратиться В свою управляющую компанию Или ТСЖ С заявкой О досрочном завершении Отопительного сезона В целом По данным Министерства ЖКХ Края Этот осенне-зимний период Прошел в штатном режиме Без серьезных аварий Сразу после его завершения Коммунальщики Ставрополье Начнут подготовку К следующему А Пятигорск Тем временем Готовится к началу Курортного сезона На городских клумбах Уже появляются первые цветы И декоративные растения А скоро проснутся После зимней спячки И начнут радовать Жителей и гостей Фонтаны Дело за малым Завершить ежегодную Расконсервацию Некоторых объектов Одним из первых Пусконаладочные работы Коснулись фонтана В парке Победы У Новопятигорского озера На сегодня Выполнены работы По демонтажу Дощатого Защитного слоя Настила Чаши поверхности На сегодня Сейчас выполняются работы По ревизии Электрического оборудования У нас стоят Большой мощности Насосы Которые требуют Профилактических работ Ежегодно Всего же в столице округа 14 действующих фонтанов И каждый После зимнего сезона Требует особого внимания В целом За зимние месяцы Фонтаны сохранились Отлично Говорят специалисты Так что город Встретит майские праздники Во всей красе А савропольские фермеры Тем временем Готовятся к большим урожаям Там, где раньше Было лишь чистое поле Теперь встроенные ряды Огурцов и помидоров Агробизнес Успешно ведут фермеры В Красногвардейском районе Кто и чем помогает аграриям Джамиля Ибрагимова Продегустировала овощи Практически с грядки Галина Петровна С упоением Ухаживает за каждым кустом Рыхлит землю Поливает грядки Собирает огурцы Но все это для нее Словно впервые Никогда не работало в теплицах Это сложнее Чем копаться в огороде К концу дня Спина еле разгибается Да и слишком влажный воздух Не каждый выдержит Но интересно Говорит словами Не передать как Первый опыт Вообще В нашем поселке У нас нет тепличных У нас в основном Хозяйство Свиноводческое Свинарников много А тепличный комплекс Это первый Нравится Что-то новое Постигаем Это очень интересно Это первый урожай в теплице Огурцы Уродились Да и какие Изумрудные Хрустящие Один куст Тяжелее другого Усыпаны плодами Фермеры не нарадуются Ведь это свой урожай Труд у фермеров Конечно тяжелый Но он того стоит Самое приятное Это не просто Видеть полученные результаты Но и пробовать их А говорят Тепличные овощи Не пахнут Это точно не про эти огурцы Ну попробуем какие они на вкус Просто замечательно А на грядках между тем Наливаются помидоры Они на подходе Их тут ждут с нетерпением Эти овощи еще какие Прихотливые и капризные Поэтому работники Над каждым кустиком Трясутся Иногда влажность Повышенная Не позволяет Опыляться Им как следует И вот Могут быть Пустоцветы Чтобы этого не происходило Мы каждое утро Девочки приходят Или ребята У нас которые работают Вот так вот За веревочкой Нужно подергать И стряхнуть пыльцу Пыльца Высыпается С цветочков И происходит Таким образом Опыление С недавних пор Валентина Измайлова Экономист по профессии Теперь овощевод И начинающий фермер Она рискнула Обзавестись теплицами Говорит Увидела цену В магазине на овощи И ужаснулась Возникла идея Открыть свое дело Но как начать бизнес с нуля В Краевом Минсельхозе Куда обратилась за помощью Предложили ей взять грант Так и сделали Полтора миллиона рублей Средства гранта Пошли на закупку Двух теплиц От идеи до воплощения Прошло всего полгода Первый урожай У нас огурчики Еще раньше До Нового года Мы успели посадить редиску Редиска ушла На славу Людям очень понравилось Но выращивать овощи В закрытом грунте Дело сложное Хороший урожай Даже в самые лютые морозы Можно получить Если в теплицах тепло Но здесь котлы топят дровами Отсюда резкий перепад температур А провести газ Жалуются фермеры Не посильно Уж слишком дорого Перепад резкие температуры Плюс и минус Очень сильно влияет На здоровье наших растений Большая повышенная влажность С ней очень трудно бороться Несмотря ни на что Овощи перезимовали благополучно Сейчас первый урожай Местные жители скупают на ура Фермеры в свою очередь Готовятся установить Третью теплицу По соседству с огурцами И помидорами Но только на открытых грядках Чеснок, клубника, картофель Их Валентина Измайлова Со своей командой Будут собирать уже летом Ну а тепличные огурцы Которые не хуже чем с грядки Попробовали Джеймили Ибрагимова И Сергей Трегубов Ставропольское телевидение Необычную фотосессию Устроили жители Петровского городского округа Они запечатлели себя Рядом с рекордным уловом Сама весом 15,5 килограммов И длиной около полутора метра Выловили в реке Калаус А потом по очереди Сфотографировались с уловом Естественно, снимки попали в интернет И тут же разошлись по социальным сетям Мнения пользователей разделились Одни выразили восторг Относительно размеров трофея Другие же напротив Осудили рыбака Посчитав, что такую рыбу Нужно было непременно выпустить Обратно в реку Таковы основные новости региона К этому часу Передаю слово Марии Гнездиловой Маша, скажи, пожалуйста Была ли ты на рыбалке? Если да, то Каков твой рекордный улов? Спасибо, Илья Да, конечно же Я была на рыбалке С самого детства Рыбачу Занимаюсь фридайвингом Это подводная охота И никогда особо не хвалилась Своим самым большим уловом Три кефалечки Вот такого вот размера Для меня достаточно На самом деле Главное это удовольствие Которое я получаю Во время фридайвинга Посмотреть на подводную жизнь Это потрясающе Главное эмоции, друзья А я бы тоже, наверное, освободила Этого сама Жалко Большой такой А мы переходим к новостям Цифровой эпохи В которую мы вступаем Уже 15 апреля В нашем крае И еще 19 регионах страны Будет отключено Аналоговое телевещание Мы переходим на цифру Как смотреть телевизор По-новому И кто может вам помочь С настройкой телепрограмм Знает Алексей Форсиков Чтобы не остаться С 15 апреля Без голубого экрана Нужно задуматься Уже сейчас Тем, чьи телевизоры Старше 12-го года Необходимо приобретить Специальные приставки Тюнеры А вот владельцам Моделей Пановея Просто настроить Цифровые каналы На своем телевизоре Сегодня в крае Цифровое телевидение Смотрит примерно 85% населения Юрий с наступлением Теплых дней Перебрался из шумного Города на дачу Дома у него Кабельное телевидение Цифровое И с хорошим качеством А вот на даче Старое, шумное И аналоговое С неделю Посмотрел на расклепчатую И плохую картинку Надоело Позвонил на горячую линию Пригласил помощников Здравствуйте Здравствуйте Мы волонтеры По подключению Цифрового телевидения Ой, наконец-таки Дождался Так плохо показывает Не знаю, что делать Если, как в нашем случае Телевизор окажется Современным И антенны подходящей То настройка займет Не более двух минут Ребята свое дело знают Ну, в течение недели Мы обошли Примерно Тридцать человек Организаторы Помогали нам С оборудованием Выдавали антенны Приставки И тем, кому это не нужно было Мы просто приходили И настраивали телевизор На цифровое вещание Картинка стала яркой И четкой Юрий доволен Ну, во-первых Соседи дали телефон Вот, я позвонил И прям В этот же день приехали Быстро настроили Ну, в течение Двух-трех минут Это все дело занимает Удивило, что Действительно Качество изображения Намного-намного лучше Вот И каналов стало больше И я надеюсь, что Жизнь теперь В летний период На даче Будет веселей Если вам нужна помощь В настройке Цифрового эфирного телевидения Смело звоните 8 800 100 07 68 Там все расскажут А если нужно Помогут обзавестись Приставкой Для приема цифрового сигнала Выше 18 тысяч Жителей города Которые относятся Льготным категориям Граждан Обошли на дому С целью Определения Нуждаемости В помощи По переходу На цифровое телевидение Тем, кто Не имеет Финансовой возможности Приобрести Необходимое оборудование Нами оказывается Помощь В предоставлении Данного оборудования Городские власти Взяли на себя Расходы по покупке Цифровых приставок Для льготников На помощь могут рассчитывать Горожане С низким уровнем дохода В том числе Многодетные семьи И одиноко проживающие пенсионеры На сегодняшний день Волонтеры доставили И настроили Почти три сотни приставок После отключения Аналогового вещания 15 апреля Вы все еще сможете Получить помощь По настройке И получению оборудования На цифру На цифру переходили Алексей Форсиков И Николай Попов Ставропольское телевидение А мы продолжим тему В гостях программы Полдень Денис Курашов Заместитель министра Энергетики, промышленности И связи Ставропольского края Здравствуйте Добрый день Рады вас приветствовать В нашем прямом Телевизионном эфире Расскажите пожалуйста Все ли готово На Ставрополье К переходу на цифру С удовольствием Поделюсь данной информацией По состоянию На сегодняшний день Как вот было Из репортажа сказано Было проведен Подомовый обход Всех жителей Ставропольского края В зоне Охвата цифрового Эфирного вещания И жители Которые проживают Вне зоны Охвата цифрового Эфирного телевизионного вещания По состоянию На сегодняшний день У нас было выявлено 2749 семей Как в репортаже озвучили Которые отнесли К категории нуждающихся И которые были обеспечены Цифровыми приставками Это категория лиц Которые проживают В зоне охвата Цифрового вещания Вне зоны охвата Было определено 908 По состоянию На сегодняшний день Семей Которые не имеют Возможности Относятся К малообеспеченным Которые тоже были Обеспечены спутниковыми Приставками Итого на сегодняшний день Мы имеем картину Следующую То что по категории Нуждающихся Все обеспечены Жители Помимо этого Была проведена Большая работа С органами Исполнительной власти Органами местного Самоуправления По информированию Нашего населения И по состоянию На сегодняшний день Привлечено Уже свыше 2800 волонтеров По краю Которые осуществляли Подомоговый Оказывают И оказывают По состоянию На сегодняшний день Помощь в настройке Оборудования Подсказывают Как правильно Его настроить Где его можно Приобрести Хочется также Отметить И активное участие В этом процессе И почту России По состоянию На сегодняшний день В каждом почтовом отделении У нас их свыше 600 По краю Также заложены В почтовых отделениях Приставки Для возможности Жителей Которые проживают В малых зеленых пунктах Приобрести Это на почтовых отделениях Такая ситуация До цифровой эры Остается всего ничего Осталось неделя Осталось неделя И те у кого Уже есть приставка Или спутник Они не заметят Никакой разницы Безболезненно Для них это пройдет Давайте объясним Хочется Знаете Правильно так отметить Что приставка Нужна для телевизионных Приемников Которые выпуска 2012 года И ранее То есть не нужно Приобретать приставку Если у вас Современный телевизор Там плазма Или еще подобные У них уже Это по умолчанию Приставка встроена Не нужно приобретать Приставку Абонентам Кабельного телевидения А у нас С их кабельных Абонентов В крае Свыше 260 тысяч А это семья Как правило 3-4 человека То есть порядка 800 тысяч У нас Жителей Уже сидят На кабельном телевидении Им тоже нет Необходимости Приобретать Потому что кабельные Они уже по умолчанию Вещают в цифровом формате Такая ситуация То есть бабушки не испугаются Если что Если вдруг К ним придет Волонтер Они знают Буквально Перед вами был На прямом эфире На Радио России И Звонили Люди Задавали вопросы Вопросы в принципе Все понятные Насущные И как ваш Оператор сказал Сейчас существует Уже горячая линия 8800 1768 Напомню номер В случае необходимости По этому номеру Можно обратиться Операторы Фиксируют звонок И адресуют Его дальше По компетенции В орган Место самоуправления Чтобы оказали Гражданам помощь И Соответственно В муниципалитетах Также развернута Помощь на уровне Волонтеров Которые После получения Зелефонного звонка Выходят Оказывают помощь Рассказывают Показывают Иисляют Посильную Консультацию Наврать ли Кто-нибудь из наших Телезрителей Не слышал Ни разу В своей жизни О том Что мы переходим На цифровое вещание Но давайте Еще раз О важном О главном В чем смысл Зачем это нужно сделать Ну первое Самое главное Это улучшение Качества вещания Мы уже живем В современном мире И хочется Смотреть Качественное Четкое изображение Помимо этого Это 20 цифровых каналов Плюс 3 радиостанции Просто понимаете Что для граждан Необходимо иметь Информационные ресурсы Возможность Доступа к нему Разностороннего Как детские каналы Познавательные каналы Это очень важно И очень полезно Второй немаловажный момент Это уже и сама Зона охвата У нас в Ставропольском крае Было построено 68 объектов Так называемых башен Которые осуществляют Вот покрытие Вещания По Ставропольскому краю К сожалению Не все попали Населенные пункты У нас 142 Населенных пунктов Малых пунктов Встреление не попали Ну вот там выход По приобретению Спутникового оборудования Ну там эти Населенные пункты Как правило Они и в аналоге Тоже отсутствовали Вот так Насколько я знаю У нас Эра цифрового вещания Еще обозначила Начало эры Еще дальнейшего Озеленения Города Ставрополя Каким образом Ведь телевизионная Аллея целая Появилась в городе Ставрополь По инициативе Информационного агентства Россия сегодня При поддержке Губернатора Ставропольского края При поддержке Администрации Города Ставрополя Наших профильных Колледжей Это колледж связи Колледж вычислительной техники При помощи Нашего Инфраструктурного оператора Это Центр информационных технологий В эту субботу Прошедшую вернее субботу Была действительно Осуществлена Посадка 20 деревьев Как мы их назвали Цифровая аллея Цифровое телевидение Каждое дерево Это свой канал Мы все прекрасно с вами знаем Что в рамках Переходного цифрового вещания У нас 20 каналов цифровых будут Ну и соответственно К каждому дереву Было присвоено Свой канал Вот так Аллея находится у нас По адресу Доваторцев 60-1 Вот там мы осуществили Это мероприятие Ну и надеемся Что деревья приживутся И будут представить Так же как и цифровое телевидение Давайте еще раз напомним Нашим телезрителям Если у них вдруг остались вопросы О том что такое цифровое вещание Как попасть Что делать Куда обращаться Телефон бесплатной линии Горячий 8 800 1768 Так же можно обращаться Непосредственно в администрацию Можно обращаться В управление труда Социальной защиты населения Можно обращаться В многофункциональные центры Которые тоже оказывают Координацию По работе с гражданами Итак первый мультиплекс Включает в себя 20 каналов Первый мультиплекс 10 каналов Второй мультиплекс 10 каналов Еще 10 каналов Еще 10 Появится Хороший вопрос Пока он сложный Потому что На уровне федерации Определяется потребность Еще в каналах Потому что тут вопрос Это возможность Операторов вещания Оплачивать свой контент Пока анализируется рынок Постребованности С этого Доходится на 21 кнопке Чем немножечко Не попали Но Спутниковом телевидении Находится на 821 На 821 кнопке Смотрите нас пожалуйста Уважаемые зрители Хотя конечно же Вы сейчас нас смотрите Оставайтесь на своем Спасибо вам большое Что вы к нам сегодня пришли С важной темой С важными беседами До свидания И вам тоже До свидания Мы продолжаем нашу программу Может ли цифровой стать еда Ученые из США Работают над этим вопросом Смогут ли 3D принтеры Заменить кухонные плиты А также человеческие руки Давайте узнаем Передовые технологии Для приготовления еды К такой цели Идут специалисты Лаборатории При Колумбийском университете Они разработали 3D принтер Который с легкостью Напечатает суфле Мусс или пюре Мы по-прежнему готовим Как пещерные люди Над открытым огнем Используя примитивные инструменты Но что произойдет Когда эта технология Придет на кухню Думаю Это будет революция Создатели 3D принтера Говорят Реакция людей На такое новшество Зависит от их возраста Некоторые будут думать Что это хорошая идея Или что она плохая И лучше все делать По старинке Вручную Но для молодого поколения Это покажется естественным Экспериментировать с цифровой едой Ученые начали еще в 2005 И тогда уже поняли Что им необходимы рецепты У нас появился Плеер без музыки То есть у нас была Это невероятная технология Но не было никаких рецептов Тогда ученые обратились За помощью к кулинарам После совместной работы Появились рецепты Разнообразных десертов И пюре Однако опытные повара Полагают Что 3D принтер По печатанию еды Пока не приживется На кухнях, ресторанов И кафе Если делать небольшие украшения Для различных блюд То может быть Это и подходит Мы также делали пюре из каштанов И другие подобные вещи Но как сделать текстуру Похожую на мясо Я не знаю Впрочем Ученые обещают Что польза от такого принтера Обязательно будет Он поможет готовить Здоровую Экологически чистую пюре Люди, страдающие от аллергии Также оценят Возможности 3D принтера Для кухни Кроме того Можно будет создавать Собственные рецепты блюд И делиться ими С другими любителями Цифровой пищи Наша программа К сожалению Подходит к концу Но оставайтесь На своем ТВ Сегодня вечером В нашем эфире Много интересного В 18.30 В прямом эфире Обсудим только Самые актуальные темы Ставропольского края Вы тоже можете Принять участие В беседе В 19.30 Вечерний выпуск новостей Главные новости Нашего региона В информационной программе День В 20.00 Совместный проект Нашей телекомпании Краевого следственного комитета Выводы следствия О громких делах Сложных расследованиях В новом формате С реконструкцией событий В 22.00 Кино на своем ТВ Сережа Савинов Вчерашний школьник Заваливший Вступительные экзамены В институт находится на распутье Куда пойти работать Начав свою трудовую деятельность Дежурного в парке Культуры и отдыха Попробовав свои силы Корректором Типографии Поработав лаборантом На радиозаводе Он исчерпывает Весь свой запас Фотографий Для пропусков О том, как хобби Становится делом Всей жизни О том, как работа Исполняет Самые сокровенные мечты В фильме Какая у вас улыбка А на этом программа Полдень К сожалению Подходит к концу Призываю вас Уважаемые зрители Следить за самыми Последними новостями Ставропольского края На нашем сайте stv24.tv И конечно же Оставайтесь на своем У меня же на этом все Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok